Канал про цветок и травница Ольга Спиридонова опять хотят порадовать вас новыми рецептами, новой информацией, которая поможет вам стать чуточку здоровее и чуточку счастливее. И сегодня я расскажу про одно очень хорошо вам известное растение, но, на мой взгляд, очень недооцененное, которое вы можете использовать для своего здоровья, для своего питания. Это всем хорошо известная календула. Я думаю, что, наверное, немного найдется дачников, у которых на участке не растет календула. Она такая неприхотливая, сыпанул горсть семян, и она вырастает сама, зацветает хорошо, и сама же насеивается на следующий год. И мало кто обращает на нее внимание, ну, может быть, кто-то там нарвет немножечко в чаек. А очень и очень жаль. Дело в том, что календула даже в средние века достаточно эффективно использовалась для здоровья. Причем не только для здоровья, но и для шарлатанства, но и для еды. Ну, по порядку. За что мы любим календулу? Ее яркие цветочки, желтые, оранжевые, в первую очередь содержат, во-первых, провитамин А, во-вторых, содержат очень мощные противомикробные вещества, и, в-третьих, желчегонные. Это основа, которую знают все. Если заболело горло, купи в аптеке настойку календулу, пополоскай горлышко, и все пройдет. Но настойку календулу не обязательно покупать. Ее можно сделать самому и использовать дома, например, и в каких-то противовирусных, например, целях. Каким образом? Берем 15 грамм цветков календулы, 150 грамм водки или спирта 40% заливаем, плотно закрываем и убираем в темное место. Можно в шкаф, где у вас висит одежда, куда-то вот вниз. Периодически взбалтываем, 2-3 недельки все это настаивается, и мы получаем хорошую темно-коричневую густую жидкость, которая у нас является основой для будущих наших с вами снадобий. Что важно, цветочки берем сухие и высушенные правильно, чтобы они были не какой-то серо-бурой массы, а чтобы они были ярко-желтые, ярко-оранжевые, чтобы было видно, что в них сохранены биологически активные вещества. Что мы можем делать потом с этой настоечкой? Можно, конечно, ее разводить для полоскания того же горла или полости рта при стоматитах, ангинах, вирусных инфекциях. Столовая ложка на полстакана теплой воды используется для такого вот полоскания. Но в таком же разведении эта настоечка может использоваться, например, вашим любимым мужем, как лосьон после бритья, как косметический препарат, например, средство от каких-то прыщиков, раздражений при жирной угреватой коже, она подтягивает кожу. Помните, что календула усиливает способность кожи к загару, поэтому в летнее время участки кожи, которые вы протираете препаратами календулы, будут загорать быстрее. Это важно. Для чего еще мы можем использовать эту настоечку? Такой, казалось бы, простой компонент. 25-30 капель на полстакана той же теплой воды. И внутрь, если вы переели шашлыков, сало, если вы чувствуете, что у вас тяжело на желудке, если вам надо почистить печень и желчный пузырь, то календула является великолепным желчегонным средством, очищающим и печень, и желчный пузырь. Это важно. Для чего еще мы можем использовать эту настоечку? Мы ее можем использовать как ополаскиватель для волос. Мы берем в том же разведении 1-2 столовых ложки на литр воды и ополаскиваем волосы при жирных волосах, при перхоти, при зуде каком-то. Очень хорошо помогает и подсушивает корни волос, и перхоть уменьшается, и волосы более блестящий, более такой красивый вид имеют. Это важно. Что еще мы можем сделать? Осень, скоро мы опять все начнем следить за подъемом заболеваемости. Уже, наверное, началось, когда дети собрались в школы, в детские садики, обменялись всеми кробами. А болеть не хочется. Не хочется болеть ни летом, ни осенью, ни зимой. Хочется все-таки жить какой-то более-менее полноценной здоровой жизнью. Чем нам в этом может помочь календула? Если у нас помимо календулы дома есть цветы таволги, или лобазника, визолистного, или шестилепесткового, это достаточно распространенное сырье, что мы делаем? Мы берем небольшую пригоршню цветков таволги и на ночь заливаем водой комнатной температуры. Пускай она у нас настоится где-то на столе. Потом мы утром процеживаем это и добавляем в этот стакан холодного настоя цветов таволги ложечку своей настойки календулы. У нас получается великолепный противовирусный бальзам. По чайной ложке утром на стакан чая, кофе, кто у нас там что утром пьет, можно морса какого-то, можно просто горячего кипятка. И то же самое вечером, когда мы пришли с работы, из транспорта общественного, из магазинов, где очень большое количество людей и очень большое количество какой-то микробы обзавестись. И опять-таки, также чайная ложечка на стакан выпиваем. В количестве пол чайной ложечки можно деткам давать для профилактики и лечения вирусной инфекции. Если кого-то смущает, что хоть и в таком небольшом разведении но содержится спирт, мы можем избавиться от спирта каким образом? Мы наливаем или на кипяток и какое-то время помешиваем. Спиртовой растворитель, как летучий компонент, у нас в течение 5-7 минут улетучивается. Или мы можем налить его, например, на ряженку. Молочно-кислые продукты, йогурт и ряженки, они тоже нивелируют действие спирта. И таким образом простенький цветочек, а мы уже вовсю пользуемся им для своего здоровья. В средние века вот этот вот желтенький лепесточек календулы использовались как у шарлатана, как суррогат шафрана. Его подсовывали, в общем-то, домохозяйкам таким доверчивым, говоря, что это шафран, и брали за это бешеные деньги. Потому что, ну, на самом деле, хоть это не шафран, это действительно очень целебное средство. Один из рецептов вот такой вот, да, средневековых, готовили из календулы соленую закуску, килограмм цветочков. Календулы свежих, свежесобранных. А цветет она аж до ноября. Где-то пол-литра воды и грамм 60 соли. Все это складываем, доводим до кипения, минут 5 прокипячиваем на очень-очень небольшом огне, чтобы только томилось. И разливаем в небольшие стерильные баночки и закатываем. Как приправу к тушеным овощам, к супам, кому? Тому, кому необходимо сбросить лишний вес, запустить работу желчного пузыря и печени, усилить свой организм витамином А. Ведь календула, провитамин А, это наше зрение, это наше противоонкологический иммунитет. И фактически это молодость нашей кожи и наших слизистых оболочек. Очень и очень и очень полезно. Как мы еще можем провитамин А из календулы поставить на службу нашему здоровью? Сухие цветочки календулы в соотношении, скажем, 1 к 10 залить каким-то рафинированным маслом, можно теплым, и поставить куда-то в темное местечко, периодически встряхивая, настояться, масло обогатиться картиноидами и приобретет желтый, оранжевый цвет, в зависимости от сорта календулы, который у вас растет. Это очень целебное средство, можно использовать в разных вариантах. Вы можете заправлять таким маслом, например, те же салаты, и ваш организм будет получать больше витамина А. У вас будет улучшаться зрение, которое у всех у нас сейчас страдает, поскольку мы все не вылезаем из гаджетов. У вас уже улучшатся, как я уже сказала, слизистые, особенно слизистая желудка. А осень – это время обострения разнообразных гастритов, язвенных болезней желудка. И мы еще можем использовать это масло, обогащенное витамином А, как косметическое для ухода за сухой кожей, склонной к трещинам, для приведения в порядок локтей и пяточек после дачного сезона, когда там сухая кожа, когда они потрескались. Можем использовать в масочках на кожу головы. Укрепляет корни волос такое масло и ускоряет рост волос. Как раз у нас есть время до Нового года привести свою шевелюру в очень такое красивое, роскошное состояние. Еще одно свойство календулы, которое мало кому известно и недооценено. Календула помогает снимать стресс. Она обладает спазмолитическим и антистрессовым действием. И вот тут, что интересно, у нас календула для этого может использоваться не только в виде цветочков, вот желто-оранжевых, а вся зеленая надземная часть вместе с цветами. Небольшое количество, я думаю, что сейчас еще возможно собрать на ваших любимых дачах. Срезайте, сушите, измельчайте и добавляйте в вечерние чаи. Очень хорошее антистрессовое средство, которое помогает уснуть, одновременно очищая организм, приводя в порядок печень, желчный пузырь и восстанавливая нашу противоонкологическую защиту. Что интересно, в Советском Союзе до 30 колхозов выращивали календулу. Из нее получали краситель пищевой, которым подкрашивали сыры в желто-оранжевый цвет, маргарины, молочные какие-то продукты. И мы можем все это сделать сейчас сами. В желтенький цвет подкрасить какие-то продукты, которые мы готовим. Не хуже куркумы, получается очень ярко, нарядно. И главное, со своей любимой дачи совершенно бесплатно. Между прочим, календула лекарственная, как бы не один сорт. У календулы сейчас очень много сортов. И крупноцветковый, и темноцветковый, и насыщенный витаминами. Со всеми этими сортами и, соответственно, с приобретением семян для посадки календулы сейчас осенью под зиму, вам помогут специалисты магазинов про цветок. И вы можете вполне туда обратиться. И уже сейчас посадить росточки вашего будущего здоровья. На нашем канале про цветок я вам буду регулярно рассказывать о полезных вещах таких простых ваших растений. А еще больше рецептов вы можете найти в моей фитошколе Дивея. Будьте здоровы!